Это итоги недели. В студии Мария Бересневича. Здравствуйте! А вот заголовки этих уходящих 7 дней. Июльская надбавка, потребительский кредит и звездная пыль. В Беларуси подготовили список кандидатов для полета на МКС. Какие требования к космонавтам? 22 июня ровно в 4 утра. В стране почтили память жертв Великой Отечественной и геноцида белорусского народа. Масштабы этой трагедии, они колоссальные. Кто присоединился к акции? Хлебом с солью. Бобруйск встретил участников Венка Дружбы. Сюда были привлечены лучшие силы, какие мы только смогли найти в нашей стране. Что еще в программе? У разбитого корыта. В поле зрения правоохранителей зависимая от алкоголя. Для чего? Наводить парадок. Для чего? Для кого? Как не оказаться за чертой бедности? Буду я держать в порядке свои книжки и тетрадки. Первый раз в первый класс. Учебные заведения начали прием заявлений для поступления в начальную школу. Набор детей в специализированный по спорту. Класс по плаванию. Какие взять с собой документы? Мощное землетрясение, массовые протесты и аномальная засуха. Крупнейшая река Италии частично пересохла. Сколько там не было дождей. Эталон сельского хозяйства в зоне критического земледелия президент посетил Александрию. На малой родине главы государства находятся экспериментальные поля, где с помощью новых технологий выращивают различные культуры. Белорусский лидер проверил, как созревает урожай, а губернаторы и ученые рассказали о перспективах уборочной кампании. Александр Лукашенко поставил задачу по достижению валового сбора зерновых в 10 миллионов тонн. Рапс – это деньги. То, что нужно крестьянам. Около миллиона тонн рапса мы должны получать. Надо выходить на миллион. Это должно переломить сельское хозяйство. Надо дать толчок этому великому делу. Поверьте, это революция будет на селе. Если в это голодуху, а голод будет в мире, будет, даже я уже в это верую, несмотря на трепательную политику, будет. И если мы обеспечим продовольственную, мы уже ее обеспечили, сможем накормить скотину, у нас всегда будет молоко, мясо. Одна из проблем нашего сельского хозяйства – короткий период вегетации. Опыт возделывания нужно распространить и на другие специализированные предприятия страны. К слову, в планах у агрария в 5 миллионов тонн свеклы, 934 тысячи тонны картофеля, 560 тысяч тонн овощей и 182 тысячи тонн плодов и ягод. Белые ночи, космический полет и дополнительная надбавка. Медикам поднимут зарплату. Кого больше всего коснутся изменения? Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. Медикам поднимут зарплату по поручению президента. Уже с июля появится новая надбавка. Она будет зависеть от сложности и интенсивности выполняемой работы. Больше всего получат врачей-медсестры, которые работают в отделениях анестезиологии и реанимации, участковой службы и приемных покоях больниц. Беларусьбанк возобновляет выдачу кредитов, потребительского до 5 лет и на оплату обучения. Имеющие счета в белорусских рублях клиенты могут оформить овердрафтный займ, срок предоставления – 2 года. Погасить его, возможно, за 12 месяцев, размер процентов – 21. Нацбанк 1 июля выпустит обновленную купюру номиналом в 100 рублей. Дизайн практически не изменился, зато улучшены защитные элементы. Это повысит надежность от подделки при одновременной возможности более легкой, быстрой и безошибочной проверки подлинности. К слову, ранее регулятор заменил 5, 10, 20 и 50 рублей. Минск и Санкт-Петербург свяжут дополнительный поезд. Курсировать он будет в период Белых ночей. Из белорусской столицы состав отправится 30 июня в 19.15. В обратном направлении 3 июля в 14.26. О стоимости билетов и графике движения можно узнать на официальном сайте БелЖД или с помощью мобильного приложения. В стране подготовили список кандидатов для полета на МКС. В него вошло 29 человек. Требования. Гражданин Беларуси от 25 до 40. Владение английским и высшее образование по направлениям физика, химия, биология, математика, ракетокосмическая техника. Далее российская госкорпорация проведет свой отбор, по итогам которого выберут основного космонавта и дублера. Остановиться на 60 секунд. На неделе в стране почтили память жертв великой отечественной и геноцида белорусского народа. 81 год назад началась одна из самых кровопролитных страниц в истории человечества. 22 июня вспомнили тех, кто ценой своей жизни защитил мирное небо. Во всех уголках Синекой прошла минута молчания. Головы склонили тысячи жителей. 22 июня. Ровно в 4 утра. Небо над головой советского народа потемнело. Этот рассвет 41-го стал самым трагичным. Гитлеровские войска вторглись на территорию СССР. Именно белорусская земля приняла на себя первый и мощный удар вермахта в начале Великой Отечественной. К границам были переброшены почти 650 тысяч человек, 800 танков, 12 тысяч орудий и минометов, около 2000 самолетов. Спустя 81 год мемориальный комплекс с жертвами фашизма олицетворяет всю боль долгих 1418 дней и ночей. Символично ровно в 4 утра обелиск посещают руководство города, представители общественных организаций и предприятий, военные просто неравнодушные. Митинг, реквием и возложение в память о каждом герое, жизни и доме. Величайшая рана на сердце Белоруссии кровоточит до сих пор. Масштабы этой трагедии, они колоссальные. И наша сегодня задача – сохранить память наших отцов, наших дедов и передать ее нашим детям, нашим уже внукам. Ровно в 12.00 сотрудники «Славянки» оставляют швейные машинки, вспоминают о подвиге солдат, которые спасли мир от коричневой чумы. Эти страницы истории невозможно перечеркнуть, переписать и выбросить из памяти. Каждая белорусская семья знает, что такое страх потери и разлуки с родными. Мой дедушка был командиром партизанского отряда. И, выполняя поручения, он взрывал эшелоны. И за это, за одну из операций он был достоин награды, медали. И рассказывал в свое время своим детям, сейчас внукам, рассказывая о подвиге моего дедушки. К республиканской акции присоединяется и завод ТДИА. От рабочих до администрации – около 100 человек. Возможность трудиться, строить карьеру и свободно планировать будущее – дар от героических предков, который с каждым днем становится лишь ценнее. Это понимает каждый. «Мы, их потомки, должны помнить, какой ценой досталась нам эта победа, какие жертвы понесла наша страна во время Великой Отечественной войны, и стремиться к тому, чтобы это никогда больше не повторилось». Всебелорусская минута молчания прошла по всей республике. 60 секунд тишины в честь тех, кто ценой своей жизни одержал великую победу. Война дотла разрушила 209 населенных пунктов. С лица земли огнем стерто более 9 тысяч деревень. Жители многих из них сгорели заживо. Страшное время не щадило никого. На территории нашей страны гитлеровцы провели 140 карательных операций. Свидетельство зверств – 250 мест массового уничтожения людей. Такие, как это. Лагерь смерти номер 131 размещался на территории Бобруйской крепости. К концу 41-го здесь содержалось уже 60 тысяч узников. В скорбную дату одновременно зазвонили колокола храмов. Таким аккордом почтили память жертв геноцида белорусского народа. Акция объединила людей, чтобы еще раз защитить правду и напомнить о преступлениях, у которых нет срока давности. Карина Гуревич, Максим Кембель, Максим Галенка, Станислав Чичерин. Итоги недели. Свет в конце туннеля. Сотрудники милиции провели профилактический рейд. Особое внимание к любителям выпить и покурить. Только в Бобруйске на учете в наркологическом диспансере состоят 2736 человек. Из них 600 – женщины. О сломанных судьбах Ольга Васьяна. В этот дом на Горького милиция заходит чуть ли не каждый день. Хозяйка не отрицает. Есть проблемы с алкоголем, везде бардак. Но беспорядок говорит ей по душе. И не важно, что потолок трещит по швам. Впрочем, как и ее жизнь. Из-за зависимости от женщины отвернулись родные дети. У меня два сына. Они живут в Германии. У меня внуки. У меня все там нормально. Там, у них. А не дай бог они увидят эту маму. Так не хотите, чтобы увидели? Стыдно будет? Не хочу. Правоохранители ежедневно проводят профилактические беседы. Зачастую попытки тщетны. Но есть и те, у кого, кажется, еще не все потеряно. Я помогаю людям. Приходят ко мне люди. Просят где-то разгрузить что-то. Загрузить. Кусок хлеба свой зарабатываю честно. Так что воровать не хожу. Драться тоже не люблю уже в последнее время. На учете в наркологическом диспансере Бобруйска состоит 2736 человек. Из них 600 женщин. Как отмечают специалисты, зависимость излечить можно. Главное осознать, что есть проблема. Записаться на прием к наркологу – дело нехитрое. Можно даже анонимно. Самостоятельно в семье, как правило, не справляются. Поэтому замалчивать и утаивать проблему – это способствует только усугублению ситуации. Чем раньше возник вопрос, тем раньше нужно обращаться к специалисту. Сплошь и рядом на почве пьянства происходит и домашнее насилие. Чаще всего жертвами становятся женщины и дети. Подростки получают как физические, так и моральные травмы. Переступают черту закона, а то и вовсе бродяжничают. Впоследствии повторяют судьбу родителей. Живут по накатанной. Плюс часто они ослоблены, они не умеют выражать свои эмоции, они не могут идти на компромиссы, они не умеют договариваться и вообще не умеют находить контакт с другими людьми. Речи о нормальном развитии ребенка уже не идет. Структуры мозга изменяются. Включаются механизмы защиты, которые направлены прежде всего на то, чтобы выжить. Только с начала года в Бобруйске возбуждено 42 уголовных дела по факту насилия в семье. 86% особо тяжких преступлений – дело рук нетрезвых. Государство этому вопросу уделяет особое внимание. Органами внутренних дел во взаимодействии с организациями здравоохранения, учреждениями, образованиями, фондами социальной защиты населения и другими заинтересованными лицами на постоянной основе проводятся комплексные профилактические мероприятия по устранению данной негативной тенденции. Пьянство – путь в никуда. Постоянное употребление алкоголя в первую очередь пагубно влияет на головной мозг. Даже 100 грамм водки губит 7,5 тысяч активно работающих клеток, парализуя их. От зеленого змея в мире ежегодно умирает до 3 миллионов человек. Ольга Вассенда, Станислав Чечерин. Итоги недели. От дозы до дозы. Между тем, одной из самых масштабных проблем современного общества остается наркомания. В незаконный оборот все чаще вовлекается молодежь. На заманчивое предложение подзаработать охотно клюют подростки. Их организаторы Даркнета используют в корыстных целях. Но что касается потребителей, по статистике каждый зависимый приобщает к наркотикам не менее 10 человек. О жизни без будущего далее. Павел Николаевич, спасибо за то, что нашли время в своем плотном графике для того, чтобы с нами пообщаться. Первый вопрос о цифрах. Как известно, статистика вещь упрямая. Как сегодня обстоят дела с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков в Бобруйске? В последнее время то и дело, заголовки разных СМИ пестрят о задержаниях наркокурьеров. На сегодняшний день по линии незаконного оборота наркотиков на территории города Бобруйска зарегистрировано 73 преступления. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 58 преступлений. Из них тяжких и особо тяжких 50 преступлений. В то время как в прошлом году за аналогичный период было всего лишь 33 преступления. Также сотрудниками ООН и ПТЛ выявлено 3 преступления на территории Бобруйска по одному в Осиповичском и Кировском районах. Преступную деятельность зачастую втягивают несовершеннолетних. Насколько это актуально для нашего города и есть ли среди распространителей школьники? Буквально на днях сотрудниками ООН и ПТЛ УВД по улице Ранжерена были задержаны трое несовершеннолетних. Два парня 15-16 лет и девушка 16-летняя. Несудимые местные жители учащихся одних из школ города Бобруйска, которые с целью сбыта при себе хранили около 30 грамм ПВП. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Несколько лет назад в Беларуси был настоящий спайсовый бум. Сегодня какие наркотики в основном фигурируют? На сегодняшний день распространенный наркотик, с которым мы сталкиваемся, это мефедрон, альфа-ПВП и марихуана и ее производство. Насколько мне известно, большинство психотропов, наркотиков распространяется бесконтактным способом, то есть через интернет-магазины с помощью так называемых закладок. Успевают ли сотрудники милиции совершенствовать свои навыки в этой борьбе? За текущий период времени на территории города Бобруйска задержано 12 лиц, занимающихся закладками психотропных веществ. Сотрудники милиции совершенствуют свои формы и методы оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц и фигурантов так называемых закладчиков. Да, не все преступления удается раскрывать, но в всяком случае мы дышим затылок тем лицам, которые на сегодняшний день занимаются закладками и распространением психотропных веществ. А вот с чем приходится сталкиваться оперативникам наркоконтроля? Сталкиваемся по разным ситуациям. Лица, которые понимают, что ответственность и кара за данное преступление будет неизбежным, принимают различные методы и способы для того, чтобы избежать наказания, потому что сроки привлечения к угловной ответственности очень большие. И я думаю, что не каждый тот, который занимается данным противоправным деянием, готов на сегодняшний день добровольно сдаться. Поэтому задержание происходит иногда с применением спецсредств и физической силы в том числе. А как борются сотрудники с рекламой наркотиков в виде граффити с названием интернет-магазинов на стенах подъезда, внутри самих подъездов? Кто за это в ответе? Сотрудниками ОВД в текущем году были задержаны несовершеннолетние, которые занимались граффити, так называемым. Если размещение данной рекламы на подъездах и домах нашего города, привлечение, если лицо получает денежное вознаграждение, то это административная ответственность. Если лицо, то, которое взамен получает наркотические вещества, это уголовная ответственность. А реально ли вообще обнаружить в сети интернет распространителей? Все реально, но это иногда бывает оперативная информация, поэтому пускай эти люди, которые этим занимаются, знают, что мы дышим им спином. Почему так много преступлений, связанных с оборотом наркотиков? Сейчас масса информации о том, что за преступления в этой сфере даются большие, достаточно серьезные сроки. Неужели такое суровое наказание никого не отпугивает? Меня больше всего беспокоит на сегодняшний день это втягивание в данную неправомерную деятельность несовершеннолетних. Дети зачастую не понимают и не осознают всю грань ответственности, которая наступает за данное преступление. Лица, которые взрослые, они осознают. Они осознают, они знают, что за это может быть, но все равно идут, потому что считаются это легкими деньгами. На самом деле это та уголовная ответственность и тот срок наказания, который на сегодняшний день предусмотрен за данное преступление, он очень велик. Я бы, наверное, пользуясь случаем, рекомендовал бы родителям своих несовершеннолетних детей, в том числе и взрослым, я хотел бы обратиться с просьбой, с пожеланиями все-таки свернуть с этого пути, ни в коем случае не становиться на него. Если касаясь родителей, то необходимо разговаривать с ребенком. Сейчас в сети появляется очень много предложений, так называемые подлоги под детей, для того, чтобы в последующем втянуть какую-то промерную деятельность. При этом, чтобы ребенка чем-то притянуть, предлагают денежные средства, предлагают какие-то выигрыши и тому подобное. Поэтому родителям необходимо беседовать с ребенком, смотреть его телефон, где он в каких соцсетях, на кого он подписан, какие смс-сообщения ему приходят. И если совместными усилиями, мы сможем победить данную чуму 21 века. Спасибо большое за содержательный разговор. Будьте как дома. Бобруйск принял 16-й фестиваль народного творчества. Минок Дружбы собрал порядка 22 творческих коллективов из 12 стран, от Колумбии до Китая. В программе «Город мастеров», «Фудслэш-моб», «Мастер-классы», «Опен-эйр», «Салют» и многое другое. О незабываемых выходных прямо сейчас. Первый фестивальный день начинается с мастер-класса «Славянских традиций» от семейного коллектива из Санкт-Петербурга. Гости принимают участие в настоящих старорусских посиделках. Позже окунаются в мир художественных голограмм. В экспозиции представлено полсотни работ – «Олимпийские мишки», «Слуцкий пояс», «Крест Ефросиньи Полоцкой» и «Книга царств». Это практически нанотехнологии здесь у нас присутствуют. И они позволяют перенести изображение в масштабе один к одному на вот эти фотопластины и получить вот этот самый объемный эффект. В это же время в выставочном зале проходит презентация хендмейда клуба современного лоскутного шитья «Волошки». Здесь представлены четыре проекта – «Пояса», «Вытинанки», «Вселенная» и «Феранки». А это больше 50 работ. В основе изделий – лен и атласный искусственный шелк. Работы, ну, просто необыкновенные. Настолько, ну, я впервые встречаюсь в аферах с таким вот произведениями искусства. Вот, я не знаю, прекрасная далека для меня – это вообще что-то такое, вообще невообразимое. В «Бобруске» мы уже не первый раз, и мы даже уже вторично участвуем в вашем замечательном фестивале. Очень рада, что нас пригласили, о нас помнят. И мы, конечно, с великой радостью откликнулись на это приглашение. Уже вечером проходит премьера мюзикла «Магия» Белорусского университета культуры и искусств. Локация «Бобруск-арена». Артисты выступают в проекции 5D для театра «Это диковинка». Вращающаяся сцена и спецэффекты создают невероятную атмосферу. Грустный день в мир вперед, И тебе, другая, Это значит, что без одного живет. Сюда были привлечены лучшие силы, Какие мы только смогли найти в нашей стране. То есть это и режиссер-постановщик Александр Вавилов, И очень интересные ребята, которые прошли жесткие касси. Спектакль проходит в сопровождении живой музыки. На сцене актеры-студенты из Беларуси и Китая. Сюжетная линия построена на истории нескольких молодых людей, Которые стремятся попасть в шоу-бизнес, переживают взлеты и падения. «Концерт мне понравился, а когда играла громкая музыка, У меня были мурашки по коже. Тоже очень понравилось то, что это все можно было видеть вживую». «Затрагивают именно темы молодежи, проблем молодежи. И на самом деле нам было очень интересно смотреть. С удовольствием повторили». Второй день «Венка дружбы» еще более насыщенный. Гости посещают еврейский дворик. Кругу друзей – представители городов-побратимов. Тольятти, Нарафоминска, Грозный, Сызрань, Муром, Владимир и не только. После исторической справки – мастер-класс в синагоге по изготовлению мацин. Кроме культурной программы – в плане деловые встречи. «Во многих направлениях будем работать. Это промышленность, это предпринимательство, сфера деятельности. Мы сейчас можем лишь предполагать направление, но изучая развитие нашего города, промышленные возможности. Бобруйска у нас много точек соприкосновения». «Город Бобруйск очень динамично, хорошо развивается, чисто, красиво. Люди очень добродушные. Большой радости встретили, очень тепло, понравилось нам». Тем временем на фондоке колоритные песни исполняет коллектив «Истулын». Зрители – простые заводчане. Концерт народного творчества устроили на Таиме. Здесь выступили представители Пскова. Заслуженный ансамбль сказ презентовал сразу несколько номеров. «Красивый парк, нам все очень понравилось. Облагорожено, хороший, чистый город. Надеюсь, что мы еще много всего интересного увидим». После обеда самое главное – возложение цветов у памятника танка на могиле генерала Бахарова, что как никогда символично в годы исторической памяти. В числе участников и руководства города – гости, представители различных организаций и предприятий. Дальше – шествие от Площади Победы до главной локации фестиваля – Бобруйск-Арены. «Венок дружбы» – фестиваль. Самый лучший фестиваль в мире, я думаю. Я очень люблю Беларусь. Фестиваль каждый раз все больше расширяет географию и зажигает новые звезды. Чтобы обменяться опытом и сувенирами, проводят пресс-конференцию. Руководство города общается с представителями творческих коллективов. Гости говорят – чувствуют себя как дома. Великолепный город. Мы все время уже второй раз здесь. И второй раз мы поражаемся, насколько все чисто. Насколько люди приветливые, улыбчивые. Открытие города мастеров – пожалуй, один из самых долгожданных пунктов программы. Сюда съехались около 200 человек. От ремесленников до гончаров. Золотые руки, безусловно, у всех. Но эксклюзив ярмарки – художественная гальвана пластика. Это молекулярные картины из металла. У меня много икон. Чтобы изготавливать иконы, я в 95-м году, если я не ошибаюсь, получил благословение у нас в Гомеле у владыки Ристарха. Кроме икон у меня есть еще батальные сцены, много геральтики, много пейзажей. На полках не одна тысяча изделий – шкатулки, магниты, кухонная утварь, копилки и обереги. Найти что-то по вкусу под силу каждому. Представлены здесь и славянские аксессуары – соломенные шляпы и ободки, лапти, плетеные пояса, плюс подвески с натуральными камнями. На пленэре выходного дня выдают кисти, акварель и бумагу. Обучение проходит в направлениях от живописи до графики. По чутким руководствам художников можно сотворить невозможное всего за 15 минут. И вовсе не важно, если вы считаете, что рисование – это не ваше. Здесь можно не только найти уникальные вещи, но и вкусно покушать в меню национальное блюдо и, конечно же, всеми любимые шашлыки из свинины. 100 грамм обойдутся в 4 рубля 20 копеек. Но самое главное – торжественное открытие фестиваля. Уважаемые гости, я извиняюсь, приветствую всех на открытии 16-го международного фестиваля народного творчества «Винового кружка». География участников от Китая до Колумбии. Бобруйск принимает 22 творческих коллектива из 12 стран. Впервые город на Березине посещают представители Палестины и Туркменистана. Концерты проходят как на главной сцене, так и на уличной площадке. Столько людей, все радостные, такая энергетика светлая, солнце светит, я так счастлива, рада. Тут довольно хорошо, музыка на фоне прекрасна. Я посмотрю на концерт, хочется посмотреть на традиции других национальностей, которые сюда приехали. Бурные овации собирает арт-группа «Белорусы». Мужской ансамбль покоряет женские сердца. Куполинка, звезда по имени Солнца, мы и есть, от зари до зари, косиуясь конюшину и кавер-версии международного хита «Мама Мария». Для нас великий гонор побывать на чудовом фестивале. И мы не в першине в этом чудовом городе. И за все, с удовольствием принимаем запрошение и приезжаем, как даровать публике свои лучшие поры. Сразу после танцпол разрывают диджей Зефир-ФМ. Со сцены целых два часа звучат только популярные и современные хиты. На праздник, кажется, пришел весь город. Я была внутри в Ледовом на концерте. Была здесь, когда выступали до этого, сейчас на дискотеку. И как вообще настроение, как праздник. Отлично, все очень нравится. Третий день фестиваля начинается с официального приема 12 делегаций городов-побратимов. Ключевая часть подписания меморандума. Александр Студнев заключает соглашение с главами Нарафа Минска и Сызрани. Это позволит усилить между регионами взаимоотношения в области культуры, спорта и туризма. Это как раз инструмент народной дипломатии. Это позволит нам более плотно обмениваться нашими коллективами культурными, спортивными. Наша культурная делегация борется за участие. Мы проводим у себя конкурс. Все хотят приехать в Бобрусь. Пользуясь случаем, хочу отметить все творческие коллективы, которые приехали на этот праздник. Знаете что, глядя на эту творческую интеллигенцию, даже скажу, это люди, которые через песни, через танцы, через музыку передают и несут добро. Более 400 участников. Мы прекрасно понимаем, что они обмениваются своим профессиональным опытом. Следующая остановка – 35-я школа. Учебное заведение – пример для подражания. Это отмечают сами гости. Безбарьерная среда, просторная столовая, уютные кабинеты, современная школьная библиотека, спортзалы и бассейн. Это не просто экскурсия, а обмен опытом. Все сделано для людей, для детей. Все условия. Я думаю, что и те родители, которые приводят сюда детей, они реально удовлетворены тем, как проходит процесс обучения детей. В программе и то, что оставит след от фестиваля на долгие годы. Мэр города торжественно открывает сквер на Урицкого и закладывает капсулу с посланием. Здесь же делегации садят березы, связывают узы дружбы. Для нас огромная честь принимать участие во всех мероприятиях, которые проходят с таким размахом, с такой душой, с такой энергией невероятной, потрясающей. Вот нынешняя акция меня лично впечатлила, ну совершенно восхитительно. Небо голубое, солнышко яркое, такое настроение восхитительное. Дальше гости знакомятся с промышленным потенциалом страны, и в частности города на Березине. Мини-трактора «Беларусь» и сельскохозяйственная техника от «Бобруйска-Громаша», которая помогает выращивать богатый урожай аграрием в 50 странах мира, достойной особого внимания. После долгожданный кулинарный фест запрошаем смач на есть и со всеразличными угощениями. Здесь же проходит дегустация. В городе мне очень понравилось. Я, во-первых, хочу вас всех поздравить с праздником, с Днем Бобруйска, с юбилеем Бобруйска. 635 лет – это немало. Вы знаете, город у вас абсолютно чистый, зеленый. На этом сюрпризы не заканчиваются. С большой концертной программой выступает Руслан Олехно, а уже в 23.00 в небе над Бобруйском раздаются праздничные залпы салюта. После танца до утра с топовыми диджеями России и Беларуси. Ольга Васенда, Максим Кембель, Карина Гуревич, Максим Галеонко, Станислав Чечерин, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Четырем прибавить два, по слогам читать слова. Школа и гимназии продолжают принимать заявления на поступление в начальные классы. Приоритет все дети, которые проживают в микрорайоне, закрепленном за учреждением образования. Подать документы можно до 15 августа. Карина Гуревич подбила средний чек для сбора первоклассники. Буду я держать в порядке свои книжки и тетрадки. Буду я учеником с настоящим дневником. Маленькая Аня с нетерпением и легким волнением ждет сентября. Школа – это новый этап в жизни и для дочки, и для мамы. Подача документов – только начало. Впереди покупка формы, тетради и ручек, знакомство с одноклассниками и первой учительницей. За оставшееся время нужно многое успеть, подготовиться и набраться сил. Ходили в школу на подготовку в 35-ю, в садике, естественно, занимались, дома. Читаем, пишем, рисуем, ей нравится танцевать. То есть активная у нас такая девочка, в принципе, я думаю, что все у нее получится. В 35-й школе в этом году планируют набрать как минимум 9 первых классов. Уже подано 30% заявлений. Учиться здесь смогут только жители молодежного микрорайона. Прием продолжится до 15 августа. Комиссия работает в будние дни с 8 до 19 часов. С 13 до 14 – обеденный перерыв. В субботу с 9 до 12.00. У нас есть новая фишка – это набор детей в специализированный по спорту класс по плаванию. Совместно будет проходить обучение с детско-юношеской спортивной школой. Ребята будут обучаться плаванию. И, надеюсь, мы вырастим новых олимпийских чемпионов. Стандартный пакет документов, медицинская справка, карта прививок, копия свидетельства о рождении, а еще паспорт одного из законных представителей – заявление заполняется на месте. На сайте каждого учреждения специальный раздел со всей информацией – от графика работы до требований образовательного процесса. В первую очередь, в первые классы принимаются ребята, проживающие в микрорайоне данного учреждения образования. На свободные места могут быть зачистены уже после этого ребята, которые проживают в других микрорайонах школы. Хотя до начала учебы еще несколько месяцев родители уже могут приобретать вещи первой необходимости. Например, школьную форму. В этом году новую коллекцию представила «Славянка». Здесь и бомберы, и кюлоты, и блузы с рюшами. Стоит прикупить также сменную обувь и костюм на физкультуру. Не менее важна канцелярия. Самая простая ручка обойдется в 30 копеек. Тетрадь на 12 листов – в 25. Набор обложек из 10 штук – от 2-40. Вместительный рюкзак можно подобрать на сумму от 40 до 120 рублей. Обязательно понадобится альбом для рисования. К нему гуашь, фломастеры и карандаши. Плюс папка для хранения. Такой набор обойдется в 35 рублей. Уже к концу июля полки магазинов будут усыпаны разноцветными книжками, сумками с аппликациями и прописями. По традиции заработает и школьный базар. В одном месте установят палатки со всем необходимым. Но составить список покупок лучше уже сейчас. Карина Гуревич, Максим Галенка. Итоги недели. Кровопролитные стычки, новый законопроект и неласковый июнь. Ушел из жизни кумир 80-х Юрий Шатунов. Какие хиты покорили сердца миллионов. Далее обзор громких заголовков мировых новостей. По меньшей мере тысячи человек погибли в Афганистане в результате разрушительного землетрясения. Еще полторы тысячи пострадало. Природное явление вызвало сход оползней. Многие дома повреждены. Под завалами до сих пор остаются люди. Раненых эвакуируют вертолетами. Власти обратились за помощью к международным гуманитарным организациям. В Аквадоре продолжаются массовые протесты коренных жителей. Тысячи человек выходят на улицы не только столицы, но и других городов. Демонстрации сопровождаются кровопролитными стычками с полицией. Люди требуют от правительства восстановить рост цен на топливо и падение уровня жизни. В США впервые за 30 лет представили новый законопроект по контролю над оборотом оружия. Он сосредоточен на дополнительном внимании к личности покупателя, но не предусматривает повышение минимального возраста приобретения до 21. В американском обществе растет и беспокойность этой темы. Стрельба в общественных местах здесь не редкость. Вода в крупнейшей реке Италии опустилась до самого низкого за последние 70 лет уровня. Причина в беспрецедентной засухе. Почти 4 месяца здесь не было дождей. Местным жителям грозят перебои с подачи воды, а в перспективе – потеря урожая. В нескольких городах уже установили нормированное потребление. Ушел из жизни Юрий Шатунов. Экс-солист группы «Ласковый май» скончался в машине скорой помощи в результате острой сердечной недостаточности. О смерти кумира 80-х стало известно утром 23 июня. Нетленные хиты «Белые розы», «Седая ночь» и «Детство» покорили сердца миллионов. Шатунову было всего 48 лет. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бавруйск-360», и я, Мария Бересневич. Новая неделя – новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова